Семьях десантников, они как ушли в 1941 году, призваны на войну, 22-23 июня призваны, и всё. И они ушли неизвестно куда. Ни часть неизвестная, ни населённый пункт, где там базировалась часть. Теперь мы знаем, что они были у нас здесь, в Могилёвской области. 214-я поветро-десантная бригада перед войной наличивала 2,5 тысячи человек, у докладняя военных историк Миколая Борисенко, как списы особистого склада не трапили в руки ворогу, а они были только при штабе части у один им экземпляры, десантники их знищали, тиховали. Вот это были знойдены мясовым жахаром у лесным колодежи, у Осиповицком районе годов 15 тому, и только сёли-то трапили давьи и круцел. Документы были намочены, а потом высохли и слипли все. Вот можно посмотреть по этой книжечке, какое у них состояние было. Вот она. Ничем её, кроме как механически, не разорвёшь. Это бланки пустые. Документы, да, в основном такие были, склеенные, поэтому приходилось часами их разделять швейными иглами, спицами вязальными, при помощи раствора специального. Всё, что удалось, то увидите на столе. Прочитаны фамилии 142 командиров и рядовых десантников, которые вступили в войну здесь у нас на территории Могилёвской области. Это, повторюсь, единственные списки, которые сохранились по этому соединению. 214-я воздушно-десантная бригада стояла у истоков создания десантных войск. Десантных войск в массовом количестве. Теперь по военных архивах можно просочить лёсы гэтых десантников. Стало вядомо, некальки человек с гэтого списа загинули в 1942 году в районе Вязьмы. По остатних работы протягиваются. Так само отшукывают и родных гэтых людей. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов. Новины региона.